всем здарова меня за 3 я вернулся из обвения давно не снимаю видео уже больше месяца так как конец лето закончится лето потом сентябрь догорел и сейчас вот октябрь начался у меня был период накопления творческого который необходим в любом случае ибо если ты штампуешь тупо видео вот надо так вот как штамповать видео то контент получается говно поэтому такие периоды необходимы это хорошо что они есть что я отдохнул я набрался мыслей я нагенерировал идеи у меня они есть и стало интереснее после перерыва интереснее реально делать работу как только видео съемка видео канал превращается в штамповку в конвейер в рутину то это уже фигня получается достаточно давно один из подписчиков моего канала оставлял комментарий под видео где просил меня рассказать о том как использовать слэп грамотно круто чтобы работало как подыгрывать слэпом гитаристу вокалисту как использовать слэп простых аккомпанементах простых партий баса все привыкли видеть в слэпе как такое вот технически сложную много нотную технику для молодых людей не для тех кому старше 30 а уже для таких вот которым интересно хотят много нот играть хотят быть самыми крутыми самыми яркими всех вынести просто отправить на мусорку недавно кстати общался с музыкантом своим знакомым где мы обсуждали один бас в котором датчик расположен рядом с с грифом практически некого датчик и играть слэпом невозможно я ему говорю ну ты же слэпом не поиграешь на такой гитаре ты не сможешь даже туда руку запихнуть чтобы извлечь звук на что мне говорит что да ты что ты что уже ну тебя что 18 лишь это слэпом играть играл якобы у большинства людей сложилось мнение о том что слэп это именно для того чтобы наворачивать миллион нот наворачивать сложные партии наворачивать всех выносить короче показывает что ты крутой слэп якобы для этого нужен чтобы показать что круче всех бытует такое мнение на самом деле это не совсем так и сегодня пытаюсь рассказать и объяснить почему слэп хорошо работает и как сделать так чтобы он хорошо работал в простых партиях вокальных чтобы было чтобы вокалист не дергался чтобы гитаристу нравилась твоя партия для того чтобы партия работала каждый день в твоих песнях что для этого надо пункт номер один если ты играешь слэпом и не хочешь ударять в грязь лицом на первом же концерте то тебе необходим обязательно сто процентов компресса у меня есть вот такой компресс одинокомп мкс русский он вообще гитарный он гитарный но мне пофигу я играю на гитарном компрессоре не заморачиваюсь конечно есть басовая знаю прекрасно есть бас в компрессоре мне кто-то скажет что это круто но я исходил из минималистических представлений и мне удобно когда минимум крутилки никогда не любил много кнопок много нот много крутилок мне проще когда просто поэтому я использую такой вот гитарный компрессор мкс русский и он работает нормально и также как с гитарой бас же это тоже в общем то ну и у него есть общее сходство с гитарой поэтому вполне себе хватит такого компрессора для чего нужен компрессор для человека для басиста который играет слэпом во первых если ты просто басист который не играет слэпом тебе нужен но если ты басист который играет слэпом тебе нужен в четыре раза больше почему потому что игра обычными обычной техникой пальцами и игра слэпом отличается динамически отличается по громкости отличается по нюансам и динамике и если ты играл например куплет пальцами, а потом перешел на припев, играешь слэпом, без компрессора у тебя будет уровень громкости разный и в миксе ты пропадешь, тебя не будет тебя просто, ну если ты будешь играть где-то в клубе или на стадионе, ты перейдешь на слэп и у тебя ты пропадешь, потому что извлечение удар пальцем, он тише, чем когда ты дергаешь струной ну и так далее, такие нюансы, поэтому компрессор обязательно нужен, чтобы было ровно чтобы ты не пропадал из микса к примеру, если ты играешь дома на диване занимаешься слэпом, даже очень круто, никто не спорит у тебя получается переходы и прочее, ровно, метроном без компрессора, тебе кажется что нормально, разницы нету на самом деле она есть, если взглянуть на графики например графическое изображение партии с компрессором то мы сравним это графическое изображение партии без компрессора, то мы видим, что на графике с компрессором линия ровная и она такая должна быть это так должно быть а если мы взглянем без компрессора, то в полтора раза будет партия пальцами жирнее выглядеть, гораздо громче, жирнее и больше звука будет при игре пальцами и вот эта тонкая линия, которая у нас занимает слэп, он просто будет теряться в миксе и его не будет слышно поэтому так не должно быть, вот так вообще ни при каких условиях не должно быть и всегда нужен компрессор пункт номер два выбор струн для музыкантов этого мира не секрет, что звук инструмента звук гитары, звук баса на 50% определяется струнами 50, даже 60, я бы сказал очень много зависит от струн и в слэпе это тоже имеет место быть что касается слэпа басисты, которые играют много слэпом в программе, например, у них очень много слэпых партий им надо это делать они хотят, им нравится они ставят, как правило, струны тоньше тоньшего калибра потому что тонкие струны, а у них лучше отдача они лучше подчеркивают характерное звучание слэпа и крутые бас-гитаристы, типа Вутона, Патитучий ну и многих других, которые играют слэпом у них стоят немножко тоньше струны даже существуют специальные для слэпа то есть это, например, для дропа D, там толстые суперструны ну а тут, как бы, противоположно, чуть потоньше калибр 45-105, ротосаунд использую, отличные струны они компромиссные можно играть и слэпом кайфовать нормально и в то же время в то же время не терять жира вот так вот переходим к делу, к практике любая партия, которую ты играешь пальцем, абсолютно любая абсолютно 100% можно сыграть и слэпом но при одном условии то, что ты адаптируешь эту партию сможешь ее перенести переложить на слэп так, чтобы это прозвучало почему это надо сделать? почему не стоит относиться прям дословно? не стоит пробовать играть прям 100% в некоторые партии можно сыграть 100%, но не все 100% перенести почему? потому что то, что звучит слэпом, не всегда звучит пальцами и наоборот, то, что звучит пальцами, не всегда звучит слэпом тут мы переходим к третьему пункту третий пункт, это научиться играть простые партии в бочку только слэпом то, что мы играем пальцами попадая в ритм, попадая в барабаны мы переносим на большой палец и при этом минимализм при этом мы не играем много нот очень важно в игре песен в игре аккомпанементов слэпом не перебарщивать с тресками не перебарщивать с мертвыми нотами играть играть жир но только большим указательным пальцем почему это важно потому что координация пальцев и координация большого пальца она будет отличаться, например, если для записи этого видео я играя пальцами записал с первого раза все партии, все рифы ровно, но при игре пальцами мне с первого раза не хватило так как я не так много этим занимаюсь именно слэпом таких игр и таких партий мне там, не знаю, ну три раза достаточно было, не раз там, а три то есть в три раза больше мне пришлось затратить времени поэтому этим надо заниматься обыгрывать аккорды, играя в бочку простые партии без перебарщивания и 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 Только после того, как ты начнешь уверенно попадать в бочку большим пальцем, играя слэпом, играть ритмично, уверенно, без максимального затрата физических сил и мозгов, только тут, в таком случае, ты можешь дальше добавлять по минимуму какие-то слэповые фишки. Мертвые ноты, октавы. Всякие фаршлаги, типа таких. Но это нужно делать осторожно, это нужно делать ритмично и не мешать другим музыкантам, не мешать сольной партии, так как бас это все-таки аккомпанемент. Дальше очень аккуратно мы подмешиваем, как алхимик, вот эти вот ингредиенты слэпа. Пункт номер 4. Владение переходом от обычной техники к технике слэпа и наоборот. В конкретной песне, в конкретном произведении, в ритмичной, в тайминге, во времени. Для этого у меня есть хорошее упражнение, оно достаточно простое. Мы просто играем, берем какой-то риф любой, ты можешь взять какой-то свой риф, я покажу на своем рифе, и играть, чередуя 4 такта слэпом, 4 такта обычной техники, 4 такта слэпом, 4 такта обычной техники. Как минимум это надо играть под метроном, можно с ударными, можно тренироваться на репетиции. И при игре такого упражнения достаточно быстро можно уверенно использовать это в песнях. Даже может быть такая ситуация, что оно само собой начнет появляться в какая-то партия, начнет придумываться прямо на ходу, что-то фантазироваться, и это поможет творческому процессу. Такое тоже может быть. Субтитры сделал DimaTorzok Последний пункт номер 5 – это адаптация партий простого аккомпанемента на слэп. Самый сложный пункт, так как ему даже невозможно научить, на самом деле, можно только дать какие-то советы. Почему невозможно научить, адаптировать человека? Потому что тут зависит от того, насколько опыт, насколько человек много переграл партий, насколько он сыграл часов на инструменте, сколько он сыграл аккомпанементов, сколько он играл слэпом. И набор вот этих знаний, плюс еще вкусовые качества никто не отменял. Кому-то нравится так, кому-то нравится так. У кого какое чувство музыки, кто-то так чувствует, кто-то так. Поэтому тут нельзя какую-то панацею придумать. Это надо чисто на свое ощущение рассчитывать. В партии, которую я играл в этом видео до этого, мы обыгрываем аккорд до и аккорд си бемоль. И здесь играем такой фил, заполнение. Через кварту снизу обыграем тем самым аккорд до и сразу приходя в аккорд си бемоль. И что касается слэпом, здесь играть неудобно именно в оригинале, как эта партия звучит пальцем. Через вот эту вот соль ноту. Пальцем она звучит жирно и уверенно. Но при игре слэпом мы так не будем, скорее всего, играть, потому что это неудобно. Ну так никто не будет играть. Скорее всего, здесь вот эту ноту мы будем заменять на мертвую. Вот так вот. В этом и заключается вот эта вот тонкость умения адаптировать партию. Мы выкидываем то, что не звучит слэпом, оставляем то, что звучит. И при этом не теряет гармонии, не теряет основных тонов, не теряет структуры лифа, структуры аккомпанемента. Это можно тренироваться самому, просто перекладывая и попробуя адаптировать под твою технику, под твои ощущения, чувства музыки, под твое восприятие мира. Тут нет панацеи, нельзя прям одного рецепта подобрать для всех людей. Это только тренировки и часы. Последнюю фишку, которую я использую, расскажу, лайфхак такой. Слэп хорошо адаптируется и хорошо используется и комбинируется с техникой мьюта. Например, так как мы играем мьют большим пальцем, это схоже со слэпом. И у нас удобно расположение руки. Мы можем играть партии обычный аккомпанемент, например. Плюс мертвая нота слэповая. Звучит круто, я часто использую при игре, если я играю мьютом. Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Если вдруг у тебя возникли какие-то вопросы, критика, непонимание, моменты или просто мысли посещают, пиши комментарии, задавай, не стесняйся. Но на самом деле мне представляется игра песен с слэпом, игра аккомпанемента с слэпом. Такой же, как и обычный слэп, только в меньших дозах. Более взвешенно, более продуманно, более взросло, более зрело. С умением адаптировать, с техническими навыками и прочим. Это все пока что. Пока что все. Подписывайтесь, репостите, лайкайте. Это все полезное, так как я занимаюсь на некомической основе, но добровольно. Мне это все будет приятно, мне это все будет стимулировать мою дальнейшую деятельность. Вот так вот. Всем любви, доброты, пока. Субтитры сделал DimaTorzok